Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие текретки, сегодня с вами снова я, Тек Ренадий, и очередные покупки. Да, как всегда, но, может быть, это будет кому-то полезно. Вот, потому что я обожаю такие видео, просто целыми, наверное, днями ищу на YouTube что-то похожее, чтобы как-то сравнивать, смотреть, искать и находить что-то интересное для себя и делиться тоже своим мнением и как-то своей такой вот радостью. Итак, сразу покажу клей, вот, чтобы отсюда его убрать. Это Брауберг, силикатный канцелярский клей, всегда беру похожий и такой тоже, потому что для меня это самый лучший клей, он очень классно всё склеивает, любую бумагу, любой картон и скраб-бумагу, всё похожее, он соединяет, скрепляет и потом это не отклеивается. Вот, и не оставляет белые следы, как ПВА, например. Вот, ну, единственное, что он прям вот к рукам прилипает и потом сложно кожу очистить от него. Далее, украшения, вот такие вот, на подарки, к 8 марта, вот такой вот красивый кулон с сердечком. Кажется, как будто он открывается, но на самом деле нет, он просто вот так вот сделан, очень красивый, милый. Мне кажется, на подарок вообще очень классно будет дарить такую вещичку, она очень деликатная и женственная, как мне кажется. И вот, можно посмотреть, сколько стоило и сколько сейчас стоит это. Здесь 70, да, здесь 249. Далее идёт вот такой вот набор браслетов. Даже не знаю, как сказать, на какую тематику, ну, в общем, на мою тематику. Я ещё не решила оставлять себе их или дарить, если честно, то... Ну, у меня из моих друзей никто не носит браслеты, а такие тем более, вот. Здесь такая космическая, астральная тема, луна, звёзды, там, всё такое. Вот, и здесь вот так вот, да, столько стоили они. Очень классные, очень красивые. И мне нравятся вообще, в принципе, бюджетарио модиса. Она очень такая вся интересная, деликатная, опять же, и много чего такого уникального можно найти. Так, вот ещё одни сюрюшки на подарок. Здесь написано Angel. Такие вот они вот, миленькие, с бусинками. Очень женственные, мне кажется. И к разному наряду, к разным платьям подойдёт. Вот, и опять же тоже цена 300 рублей почти. 229, да. Так, теперь переходим вот к таким вот пайеткам конфетти. В принципе, я их называю, да и многие называют их конфетти. Сейчас я их открою, покажу, какие они вне пакетика. Даже не знаю, куда она смотрит. Ну, в общем, сейчас вытащу пару штучек. Видите, они в форме таких вот листиков, перламутр переливаются, очень красивые, очень милые. И очень-очень красиво они сможутся в письмах, в блокнотах. Также просто на фон можно для фотографий их раскидывать, что я и делаю очень часто. И, в принципе, там было ещё очень много разных оттенков, но я захотела только вот этот, да. Следующие вот такие вот розовые, тоже очень красивые, вот так вот переливаются, просто как жемчуг. Мне кажется, тоже очень красивые, очень женственные. Можно делать самые разные с ними развороты и также просто на фоне для фотографий раскидывать. Либо в письмах, да, вкладывать их. Теперь ждут наклейки, такие вот, да. Вот они очень прикольные, очень классные, объёмные. Эти у нас матовые, просто объёмные идут. Здесь у нас цена не указана, но кажется, это магазин Тринити. Да. Вот. И вот такие вот объёмные, но уже глянцевые бабочки идут. Тоже очень красивые. Очень нравится мне. И кажется, да, это леденцовые наклейки. Здесь написано ПВХ, но обычно, когда заходишь в интернет-магазин, такие наклейки всегда в отделе леденцовых лежат. Вот. Так что очень красивые тоже, недорогие. Далее идёт вот такой вот красивый блокнот из обычного канцелярского магазина, который находится недалеко. И у него такие вот очень-очень классные жёлтые листочки. Я бы сказала, что они такого бананового даже цвета. Не ярко-жёлтый, а вот бледно. На нём очень классно вытаскивать карандашом. И также просто ввести какие-нибудь записи. Очень красивый блокнот, мне кажется. Далее идёт вот такой вот не ежедневник, но тоже красивый блокнот. Записанная книжка, какая здесь написана. Очень-очень красивая, с кем-тиграми на голубом снежном фоне. Сзади у нас идёт такая же иллюстрация. И у нас практически никакой информации здесь не указано. Та же, как и здесь тоже ничего. Он просто идёт в клетку, день, недели, дата. Всё как стандартно. Интересно, у него вот эта вот бумага, она фактурная. Она чем-то напоминает акварельную, но на самом деле нет. Бумага очень интересная. Здесь просто такая вот клетка. Яркая, я бы сказала. И где-то здесь, да, идёт лисе. Вот оно. Здесь вот у нас есть маленькая информация. Блокнот 135 на 190. 80 листов у него, как обычный стандарт. И здесь я не... Ага, вот он. Ну, как обычно, это у нас профпресс. Да, они всегда выпускают такие блокноты. И стандартный размер А5. Очень красивый. И у него фактурная тоже. Обложка идёт, как вот эта вот сторона. Забыла, как называется формат. Вот этот вот. Не тиснение, а вот машинка есть специальная, которая делает бумагу фактурной. Ну, в общем, вы поняли. Да. Так что, вот такой вот блокнотик. Очень красивый, очень приятный в руках. Кажется даже, как будто это кожа. Но на самом деле нет. Это такая бумага. Третий блокнот вот такой вот, который очень даже популярный. Я его часто вижу на MyShop, на Ozone, в Лоперинте, во всех таких канцелярских онлайн-багазинах и книжных. Там целая серия блокнотов, но мне всегда нравятся именно с бассикл, то есть с велосипедом, да. Вот. И здесь также написано, мне очень нравятся велосипеды, прям вот очень. Да. И он весь вот такой вот крафтовый, что очень-очень классно. Здесь у нас 40 листов. Это такая вот тетрадка. Ну, я называю это блокнотом. Вот. И вот здесь, в принципе, ничего, ни даты, ничего такого нету. И очень удобно будет ввести в нём дневник. И он у нас на скрепке, что, в принципе, хорошо, но удобней, конечно, когда на перфорации листы, либо на кольцах, чтобы вот так вот раскрывалось. Да, а то вот листаешь, пишешь, и бац, он вот так вот закрывается сразу. Это не всегда удобно. Вот. Но я думаю, что для дневника он пойдёт. Либо для записи каких-нибудь цитат, либо для блокнота книголюба, где будешь выписывать про книжки все свои цитаты, там, мысли и так далее. Можно делать лицензии, вот. Либо можно делать кулинарный блокнот. И это у нас кройтер. И, в принципе, всё, никакой больше информации здесь особо нету. Да. Бумага очень приятная такая. Бывает крафтовая бумага, ну, не очень она шершавая, да, вот, как вот эта обложка сама. Но она мягкая. Вот. А сами листы очень гладкие. Ну, любая ручка, в принципе, здесь будет писать. Абсолютно любая. И, кстати, да, сейчас пришла мысль, что для создания коллажей это будет просто идеально. Да, так что советую. Так. Вот. Ещё взяла такую бумагу цветную. И у нас здесь 14 листов, 8 цветов. Она не такая, как я покупала на MyShop. И здесь она односторонняя. Да, здесь она односторонняя. Но плотность у неё такая же. Она очень тонкая. Пойдёт для создания конвертов, что, в принципе, для этого и бралась она. И здесь просто указано у нас, что из неё можно делать и какие ещё от этого издательства есть. Варианты бумаг есть объёмная. Цветная фольга есть. Картон у них гофрированный. Просто белый картон. И белая бумага. Вот. Ну, что можно ещё ожидать? Да, от самой дешёвой бумаги. Мне кажется, для создания вот конвертов там и всяких аппликаций это идеально. Потому что с ней не жалко работать. И не жалко, если что-то не получится. Ну, и последнее. Вот. Самое классное, наверное, за всё видео. Это вот такая вот раскраска из Читай-города. Бензик Камбербейдж. Очень давно я на неё засматривалась. И смотрела на их обстанном сайте. Там она стала дороже, кажется, немного. Да, дороже, чем в самом магазине. Потому что бралась с карты, с киричной. Вот. И я изначально думала, что здесь будет чисто про Шерлока. Но когда вживую полистала её сейчас, то поняла, что она даже интереснее, чем если бы была про Шерлока. Потому что такая у меня уже есть. Вот. А здесь что-то про Бензикта они сделали. То есть для фанатов. Для тех, кто хочет просто... Не то, чтобы учиться его порисовать, да, или что-то ещё. Просто для релаксации даже, я бы сказала. Раскрашиваешь, делаешь всякие образы. Тут разные кадры из фильмов с ним. Из разных фотосессий. Например, если я не ошибаюсь, то, по-моему, вот это вот было. Да. Тут даже так и написано про Хокинга, где он снимался. Разные цитаты, разные факты у нас здесь. Затем... Вот, например, что вам хотелось бы услышать от Бензикта, и какой был бы ваш ответ. Потом у нас... Что здесь ещё интересного идёт? Шпион в виде Вон. Ну, конечно, Шерлок. Нарисуйте вкусный обед для Бензикта. Затем... Вот такая вот классная идея, да, для разворота. Изобретение, изменившее жизнь. Что он делает, как оно выглядит. Котики и Бенедикт. Да, вот такая вот... Очень нравится мне вот эта вот картинка, набросок. Да, скетч. Вот, потому что очень симпатично здесь сделано. И, как я уже сказала, да, это для развлечения больше сделано. И здесь тоже вот очень красивая такая иллюстрация. Здесь у нас в конце идёт фильмография. На данный момент до Доктора Стрэнча. Вот, вся фильмография, которая была здесь у нас король мира в образе. Вот, и конец. Вот, я, в принципе, планирую делать разные развороты и что-то такое вот интересное, безумное с этими иллюстрациями, да, для видео, вот, для канала. И думаю, что мы вместе с вами что-нибудь такое интересное да придумаем. Так что, вот так вот. Такие вот покупки на сегодня. Это всё. Всех люблю, ссылку обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.